Sony наконец-то официально анонсировала PlayStation 5 Pro, о существовании которой было еще известно в прошлом году, ну а вся доступная информация, в том числе и характеристики, были известны уже этой весной. Я об этом как-то делал ролик на своем канале и рекомендую вам глянуть, если еще не видели, так как он все еще не потерял свою актуальность. Однако сегодня я хочу поделиться своими финальными мыслями на фоне официального анонса, а также поговорить про возможную стоимость консоли в России и о грядущих планах по обзору PlayStation 5 Pro, который я намерен взять на старте. Ну а если у вас тоже есть консоль от Sony, то я уверен, что вы так же как и я устали от постоянного повышения цен в турецком регионе, поэтому если вы ищете новый надежный регион и хотите покупать игры без каких-либо проблем, то я крайне рекомендую сервис донатов.нет. На сайте представлены карты пополнения самых популярных регионов, благодаря которым можно пополнить балансовые консоли без передачи данных личного аккаунта, причем это актуально как и для PlayStation, так и для Xbox. Ну а если вы ПК-геймер, то на сайте можно так же пополнить свой стим-кошелек с моментальной доставкой и самой низкой комиссией всего в 10% для любой суммы пополнения. Кстати, при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст скидку в 5% на первую покупку. Теперь проблемы с пополнением уже давно в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть, ссылка ждет вас в описании. Ну а мы возвращаемся к теме видео. Итак, с сегодняшним анонсом на самом деле никакой новой информации не появилось. Как я уже говорил ранее, все было известно еще в начале этого года, только теперь это официально подтвердилось. Во-первых, PlayStation 5 Pro получит новый графический чип, который будет на 45% мощнее, чем тот, который стоит в оригинальной версии. Это позволит разработчикам выводить игры в более высоком разрешении, при этом не жертвуя производительностью, как это происходило ранее. На презентации это все показывали на примере The Last of Us 2 и Spider-Man 2, но важно понимать, что если игра процессора зависимая, то серьезного буста она не получит, так как на прошке процессор будет по сути точно такой же, как и в оригинале. Во-вторых, прошка получит свой собственный апскейл PSSR, который должен по качеству конкурировать по идее с DLSS от Nvidia, если сейчас в теории с FSR 2 при апскейле 720p до 4K картинка выглядела бы просто ужасно, то с PSSR результат должен быть намного лучше, хотя это предстоит еще выяснить. Ну и в-третьих, PS5 Pro получит улучшенную трассировку лучей. В тех играх, где она есть на ПК, но ее не было на базовой PS5, она должна появиться, если разработчики, конечно же, выпустят соответствующий апдейт. Но в уже имеющихся игр с трассировкой, результат должен быть еще лучше. На примере Хогвартс Легаси нам показали, что кроме улучшенных отражений, добавится еще трассировка теней, а в Gran Turismo 7 завезут лучи в геймплейные заезды, в то время как раньше он был лишь доступен в фоторежиме и в повторах. В общем, пока что не так много игр, которые получат поддержку PS5 Pro, но со временем библиотека будет расширяться. Ну и в конце нам показали дизайн, а также стоимость консоли вместе с датой выхода. Прошка выходит уже 7 ноября по цене в 700 долларов и 800 евро соответственно. И что могу сказать, это чересчур дорого. Да, это было несколько ожидаемо, но просто вспомните 2018 год, когда Макрософт официально анонсировала Xbox One X. Мало того, что она стоила всего 500 баксов, так она еще предлагала в большинстве своем 4К изображения, в то время как Xbox One в играх чаще всего достигал 720 или 900p. Вот тогда это был действительно прогресс, а с PS5 Pro на самом деле улучшений не так много. Ну да, чуть лучше разрешение, получше трассировка, ну и собственный апскейл появился. Конечно, пока еще рано делать выводы, возможно апгрейд будет на самом деле куда обширнее, чем это кажется сейчас, но я не думаю, что для массового покупателя это будет как-то чересчур важно, и вряд ли это позитивно повлияет на продажи. Причем самое абсурдное, что даже несмотря на такой высокий ценник, комплекта с дисководом просто не будет, его придется покупать отдельно, точно так же как и вертикальную подставку. Чем-то это напоминает мне устройство Apple в последнее время. Ну и теперь по поводу стоимости консоли в России. Во всем мире уже понятно, но как ситуация будет обстоять в нашей стране. И тут уже чисто будут мои догадки, так как никакой точной информации пока нет. Сомневаюсь, что будет какой-то бешеный ажиотаж, все же это не консоль следующего поколения, однако уверен, что первый месяц, как минимум, консоль будет приобрести достаточно сложно, по крайней мере по адекватной стоимости. Так что если вы хотите купить прошку и при этом вы не являетесь контент-мейкером, то я бы не советовал бежать и отдавать 100 плюс тысяч в первый же день продаж. Будет намного логичнее немного подождать и купить устройство уже через пару месяцев, примерно в районе 80 тысяч рублей, и то если повезет. Лично я очень хочу постараться взять PS5 Pro на старте продаж, чтобы успеть подготовить для вас несколько роликов, в которых мы посмотрим на разницу в графике, а также будем тестировать производительность как и в новых, так и в старых проектах. Иными словами, контента будет очень много, поэтому заранее подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а как только я куплю PS5 Pro, все первые впечатления вы увидите в моих социальных сетях, поэтому если вам интересно, обязательно вступайте в телегу или в группу ВК. Что ж, это все о чем я хотел рассказать. Пишите в комментариях свои мысли по поводу PS5 Pro, будете ли вы ее вообще брать и стоит ли она того, по вашему мнению. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока.